тема нашего вебинара это как с пользой организовать свою деятельность при вызвать при выезде на дом пенсионеру мы говорим о том что мы цифровые волонтеры и мы хотим организовать свою деятельность более эффективно и этому и посвящен наш сегодняшний вебинар программа вебинара у нас такая есть несколько пунктов то есть первые это предметы которые нужно иметь с собой для того чтобы все прошло хорошо потом мы разберем примерно алгоритм как правильно оказать помощь пенсионеру дальше у нас идет работа по так называемому чек-листу действительно у нас придуманы такие вещи не можем ставить отметку и не ничего не упустить самое интересное это нестандартные разные случаи то есть что делать и проблема оказалась слишком большой объемной сложной как правильно поступить чтобы все прошло хорошо для обоих сторон если у вас есть вопросы по ходу вебинара прошу их обязательно задать в чате в чате зума там есть такая кнопка дополнительно чат напишу сейчас он там сообщение и так дальше идем по плану каков набор цифрового волонтера то есть что нужно брать с собой по санитарным нормам это маска возможно также еще запасная маска на случай порвется первое очень редко такое бывает от маски любят отпадать эти семки которыми она крепится затем перчатки и еще запасные перчатки на практике бывает по-разному то есть в каких-то случаях если пенсионер склонен тому чтобы вы работали без перчаток особенно если нужно настраивать смартфон а он не всегда его экран не всегда воспринимают нажатия пальцев в перчатках то можно точно также обработать антисептиком руки и работать уже без перчаток если вы пришли к согласию по этому вопросу с пенсионером но если он настаивает на перчатках то можно перчатках затем бахилы ну то есть ситуации бывают разные где-то можно пройти в носках в дом где-то выдают тапочки где-то нет поэтому нужно собой иметь бахилы отрахнуть снег надеть их и дальше в них пройти антисептик имеется ввиду бутылочка небольшая с спиртозадержащим антисептиком который можете обработать как руки так и допустим перчатки распечатанный чек-лист что это такое набор из пунктов которые вы должны сделать и его даже полезно иметь потому что пенсионер будет видеть что у вас что-то с собой есть и вы должны следовать этому плану а если мы были только у вас в голове то действительно может получиться что он еще вам добавить своих просьб и все это перемешается с тем что еще надо сделать поэтому тут возможная путаница то что еще полезно иметь с собой это юсб мышь потому что в ряде случаев у пенсионера допустим есть ноутбук но мышь отсутствует либо она такого качества что сложно с помощью попасть курсора мыши куда нужно и приходится работать только тачпадом а это гораздо дольше поэтому все-таки небольшую какую-то компактную лыж но стоит иметь с собой что еще это установлено на смартфоне они диск то есть это программа удаленного управления для той цели чтобы когда вы установите еще куда-то не диск вы могли с одного устройства поуправлять другим и показать пенсионеру что это зачем она работает для чего будет нужно точно так же установив себе сначала смартфон на смартфон они диск можете потом легче понять как установить его пенсионера если у вас есть вопросы по набору цифрового волонтера задавайте в час возможно здесь что-то стоит добавить допустим у вас чего-то собой даже нет тогда можно найти какой-то выход выкрутиться вот что может быть еще дополнительно стоит иногда иметь но требует освоения то есть например диагностические флешки какими-то программами тестирования компьютера но в таком случае не стоит владеть их нужно заранее изучить и работа с ними требует большего количества времени каков сценарий чтобы все хорошо прошло нам нужно заранее готовиться к выезду стоит заранее прочитать чем состоит задача возможно там нужно установить какие-то программы которых вы раньше не ставили допустим или настроить что-то по чему вы можете заранее погуглить в интернете чем может быть типичная проблема и уже ехать когда у вас есть голове разные варианты как это исправить то есть соответственно если вы уже приехали потом дочитать прямо там это уже поздновато точно так же у вас есть способы связи с катериной если непонятно в чем состоит задача самый удобный способ это чат например вконтакте вот если чат неудобен данный момент недоступен то можно позвонить далее бывают разные адреса полезно заранее посмотреть на карте где находятся нужные дома и как туда проехать где находится вход когда пройти то есть удобно ли это смотреть со смартфоном самом уже непосредственно транспорте не очень тем более в зимний период времени когда чтобы достать на улице смартфон нужно снимать перчатки и это все не очень удобно лучше сделать заранее далее ну если у нас какие-то возникли вопросы проблемы допустим никто там не открывает вы сделали несколько звонков то можно сначала по номеру телефона который вам должен был поступить в неком чате вместе с описанием задачи набрать позвонить пенсионеру и сказать что откройте пожалуйста возможно у них не работает домофон не работает через раз тот самый вопрос в случае какого-то опоздания мне кажется что пенсионеры все равно закладывают время с запасом но лучше всегда предупреждать допустим вы здесь нормативное время это где-то час вы планируете потратить час на решение одной проблемы у одного человека вот но естественно все закладывают еще какой-то запас если вы там опоздаете на полчаса если об этом предупредить то мне кажется ничего страшно и очень важно когда вы все это делали это как-то фиксировать для себя ну а лучше всего делать вот это фоточек листа в беседу или куратору имеется ввиду что у вас должен быть распечатанный список пунктов которые вы планируете там сделать и вы ставите просто галочку когда и делаете это позволяет ничего не упустить позволяет идти в определенном порядке и заодно демонстрировать пенсионеру что у вас есть помимо того что он говорит какое-то задание и его должно сделать какие у меня есть опыт про типичные проблемы то есть мы сделали несколько разных выездов в том числе я сделал и например один из случаев был допустим когда пенсионер говорит что вот у вас тут написано много разного но мне это ничего не нужно мне нужно просто слушать музыку или там что-то делать и допустим да я принять принимать участие занятия хочу а зачем эти все программы не непонятно нужно постараться объяснить зачем они нужны почему они нужны для занятий но соответственно если допустим как было такой случай допустим пенсионер говорит что вот программа они деск не хочу ее ставить на смартфон я потому что боюсь что кто-нибудь им сможет управлять когда захочет а вы мне не докажете что до этого нужно что-то подтверждать ну если переговоры по этому вопросу зашли в тупик то придется этот бункт чек-листе пропускать просто пенсионер примет участие в занятиях не сам будет что-то делать на смартфоне но уже преподаватель ему может подсказать только это в чате или устно а показать ходе занятия пенсионер не можешь на смартфоне другой типичный вопрос вот вы ставите программы удаленного управления кто может управлять моим компьютером то есть приходится объяснять что конечно есть режимы в тем юрии они диски когда можно с предустановленным паролем их настроить и автоматически не будут запускаться и тогда тот познат пароль может управлять но мы не так настраиваем мы настраиваем чтобы когда требуется пенсионер вручную запускал эти программы как правило и не деск потом сообщал кому на другой стороне волонтеру тому кто хочет этому помочь вот этот код уникальный и потом еще подтверждал что он разрешает подключение удаленного управления соответственно как правило это все проблемы снимаются то есть когда программа удаленного управления не запущена удаленное управление невозможно типичный случай еще у нас есть когда концу занятия до концу визита выполнены какие-то пожелания пенсионера а некоторые в христиане нет мне караться я даже сам почти почти такой результат у меня был это возникает тогда когда самого начала пенсионера забивают своими вопросами говорит что вот это мне нужно а потом вы свое сделаете все потом делайте сначала мы и в этом случае как раз лучше иметь именно печатный вариант того что нужно сделать и тогда он никак не забудется и проще будет сосредоточиться только на текущая задача и отмечать какая задача пройдена какая нет какие у вас есть вопросы хорошо давайте мы сейчас покажем собственно как же проходит нас как может проходить помощь пенсионеру в виде фото у нас есть разные фото которые мы выкладываем группе ресурсного центра волонтеров и я могу вам их продемонстрировать то есть что это такое как проходит помощь например свежие кадры иногда пенсионер может прийти и в данном случае в коверкинг то есть получается что не волонтер пришел к пенсионеру наоборот пенсионер к нам и бывает что это каком-то случае проще по крайней мере если устройство с которым нужно которым нужна помощь она компактная ноутбук либо смартфон и дорога пенсионера являет не является слишком сложной или долгой вот в данном случае у нас пенсионерка 79 лет пришла и думаю что она получила на своем уровне хороший набор советов решила большинство своих проблем соответственно данном случае удалось достигнуть договоренности что можно и без перчаток но маски все-таки нужны соответственно где же нас еще соответственно значит рекомендуется все таки если у вас визит прошел хорошо и сделать фото можно какой-то селфи сделать да то есть фото себя и пенсионера в масках ну затем что просто зафиксировать что вы у вас был визит такого-то числа и вы наказали помощь так если еще вопросы минуточку да есть хороший вопрос если все-таки вы решили согласились пришли к договоренности что вы видите без перчаток то руки обрабатывать нужно ну как вариант возможный альтернатива этому может быть что нужно пройти какому-то крану и там если есть мыло то вы можете руки вымыть тщательно с мылом но это дольше и поэтому проще обработать руки то есть может быть это больше даже психологический фактор на самом деле и дезинфекционный фактор тоже хороший то есть правильно не задают вопрос на руки обрабатывать надо достаточно это сделать один раз после того как вы уже пришли в квартиру разделись и приготовить что-то делать а теперь пройдемся по чек-листу чек-лист у нас практически изменяются поэтому чек-листа есть версия версия по дате то есть если задание которая типичная это подготовить компьютер либо смартфон пенсионера для онлайн занятий то нас используется вот этот типичный чек-лист для этого желательно понимать как же полу проходить занятия они как правило проходят так что само общение проходит в зуме то есть это должен быть большой экран то есть это ноутбук либо планшет с большим экраном выполнение практики по работе на смартфоне уже происходит на самом смартфоне но если его нету на планшете соответственно а где же берется ссылка на конференцию наберется в чате группы таким образом чтобы принять участие вот в этом обучении пенсионер должен быть зарегистрирован вконтакте должен быть участником этой группы то есть туда его должна во время добавить екатерина чтобы это все произошло нужно отработать вот этот чек-лист что мы делаем после прихода если на проверяем что есть свободная память но вам нужно поставить приложение и не дэск да и в любом случае в ходе занятий тоже придется ставить приложение поэтому желательно с этого и начать ненужное приложение удалить но совместно с обучаемым как правило такие приложения есть оставить только нужные поставить не дэск и тогда остальное можно делать и потом удаленно, по желанию. Дальше мы ставим и на смартфон, и на компьютеры, приложениеине. На компьютер оно в основном для того, чтобы удобно проверить, что удаленное управление работает с компьютера. То есть мы с помощью компьютера управляем смартфоном. Точно так же мы можем точно проверить, что работает именно нажимание кнопок, то есть активное управление, а не только просмотр экрана. Бывают очень редко смартфоны, на которых Einidesk не работает, либо работа только просмотр а удаленное управление нет тогда можно поставить аналогичное приложение teamviewer опять-таки и на компьютер на смартфон и проверить это управление соответственно это потом написать в чек-листе что удалось поставить и посадка терине дальше мы ставим на компьютер зум клиенты конференции у сайта зум есть много разных клиентов например для вебинаров и другого но нам нужно именно выбрать то что нам требуется он называется клиент для конференции ставится он довольно быстро занимает место немного и скачивается быстро то есть до этого не обязательно иметь какой-то супер быстрый интернет затем очень важно проверить работу динамиков и микрофона как нам же не с кем созваниваться данный момент мы можем это сделать с помощью вот такого адреса на zoom.js слэш тест это будет тест конференция с самим собой то есть то что там скажем микрофон она будет через несколько секунд транслироваться через нашу динамики и таким образом мы проверяем как работает микрофон хорошо или плохо работа для вообще динамики и точно также заодно мы проверяем заполняем поля имя и фамилия настоящими данными которые потом если галочка такая стоит будут использоваться в следующих конференциях это позволяет добиться чтобы все в ходе занятия были названы настоящими именами какая-то типичная проблема бывает мне кажется что бывает иногда слишком тихий микрофон это нужно по возможности исправлять настраивать его усиление так чтобы это что вы сказали было слышно хорошо но соответственно если он работает на тихие это тоже нужно вписаться в этом пункте и категории дальше нужно самое важное показать обучаемому как подключиться и выбрать микрофон динамики то есть на примере вот тестовой конференции либо как альтернативный вариант можно поставить заранее себе приложение зум и провести тестовую конференцию между своим смартфоном и значит компьютером пенсионера для этого нужно знать что без аутентификации то есть без регистрации на e-mail хостом быть то есть проводить саму конференции вы не можете то есть как участвовать уже осознанной конференции можно основному проводить нет возможно в этом случае проще тестовая конференция главный вопрос это все таки точно проверить работает ли микрофон и динамики обязательно об этом отписаться как они работают если они не работают то всегда у пенсионера есть возможность купить что-то другое но чаще возникает проблема то что они выбирают неправильный микрофон и поэтому их не слышно либо они выбирают неправильное устройство воспроизведения их нужно показать если их более чем одни то показать какие правильные какие нет на этом у нас настройка зума заканчивается и дальше в контакте то есть сначала нужно проверить что возможно уже обучаемый уже имел аккаунт вконтакте но забыл от него пароль это как раз выяснится если мы попытаемся зарегистрировать на его номер телефона этот аккаунт если уже на был мы восстановим пароль и в итоге то что нам нужно добиться чтобы из-за смартфона он использовал аккаунт тот же что из компьютера вот то есть на компьютере нам тоже нужно настроить в браузере вход вконтакте потому что именно в беседе с компьютера пенсионер должен нажимать ссылку для подключения конференции зум они со смартфона поэтому если будет только что на смартфоне до этого недостаточно после того как мы зарегистрировали шестом пункте мы вступаем в группу компьютерных курсов для пенсионеров проще запомнить этот адрес или написать строки браузера вручную вот этот булок до знак подчеркивания комп и перейти на нее после того как вступили можно добавить катерине кузьминой которая в этой группе числе контактов в друзья и когда она подтвердит она его включить беседу онлайн-группы спросить а зачем мне туда вступать буду беседу соответственно правильный ответ для того чтобы получить ссылку на занятие точно также там может быть что-то дополнительное например можно между занятиями получать ссылку на запись занятия либо задавать какие-то вопросы про предыдущие следующие занятия вот этот адрес был бит хелтер адрес и катерина кузьминой и самое главное написать после заявки что сделано что нет для простоты это может быть фото чек-листа а если есть подробности то лучше еще добавить текстовый комментарий дальше здесь указан городской нумерации и в обычной сотовой номер контактный телефон и катерина если у вас вопросы про этот чек-лист если я спешите но мы к нему можем потом вернуться когда вопросы а дальше у нас в этом чек-листе идет так вопросы есть да правильно значит нам задают пароль для входа в контакте пенсионер должен записать этот пароль куда-либо в блокнот то есть насколько я помню в контакте не дает слишком легкие пароли делать приходится делать его чтобы там были и буквы и цифры в ряде случаев еще специальные символы поэтому проще сделать какую-то одна буква потом какие-то цифры фрагмент номера телефона и какой-то специальный символ например минус или равно чтобы его было легко набрать и лучше всего делать чтобы пароль был запомнен тогда вам не придется внезапно искать например перед занятием чтобы получить ссылку на занятие а выясняется что пароль в контакте забыт и получается что в таком случае с компьютера не войти а значит и занятие не поучаствовать это плохой сценарий лучше его избегать избежать его можно запомнить пароль в браузере дальше разберем тут есть простые скриншоты как поставить они диск на смартфон и компьютер для этого должен работать play market в телефоне бывают такие смартфоны где play market есть но он не до конца работы соответственно в этом случае не удастся ни одно приложение поставить вот таким способом а только вручную с помощью скачивания а пока но про это лучше все-таки узнать заранее удается ли допустим пенсионеру что-то ставить вручную но хотя значит не всегда это можно понять из объяснений если так не получается можно скачать прямо там соответствующий apk файл и установить сначала скопировав туда смартфон чтобы они доск работала недостаточно поставить одну программу они диск вот видите слева написано что удаленное управление они диска есть еще плагин причем разные для разных моделей телефонов и их серий нужно ставить оба и только тогда после включения плагина мы добьемся того чтобы все удалось у нас получилось управлять здесь показано как раз на скриншоте в самом меню телефона видите скачанный сервис есть плагин они диск ну собственно для того мы ставим в третьем пункте не диск на компьютер это делать очень легко мало места занимает мы пробуем подключиться с компьютера на смартфон и пробуем управлять если управлять не удается значит мне не все сделали как только у нас удалось по управлять значит мы сделали все и плагин поставили и включили у нас также могут быть вызовы для по другим темам допустим не занятия какие-то другие не по смартфонам соответственно в этом случае на смартфон мы не ставим приложении оставим то что написано в заявке какие еще есть вопросы жду вопросов в чате похоже пока вопросов нет так думаю что раз пока вопросов нет до сложный случай правильный вопрос у нас есть есть такие варианты программе вебинара что делается проблема оказалась слишком объем например мы приехали оказалось что там ноутбук на котором плохо все или допустим с windows очень долго грузится выдает массу ошибок и еще мало оперативной памяти установлено очень много разных программ и то есть вообще он создает впечатление что не в порядке все а там нужно поставить зум и допустим они диск то сначала нужно проинформировать пенсионера что вот это рассказать это во-первых займет больше времени чем час не нужно это разбить по возможности проблему на несколько частей то есть например бывают случаи когда видно что единственно что поможет в каком-то случае это переустановка windows соответственно ее вы делать не должны поскольку она занимает слишком много времени и вообще является крайне сложной операцией по крайней мере на выезде наша задача все-таки не сделать хуже чем было у нас должно быть после того как мы там поработали лучше чем было до того поэтому если вы чувствуете что там нужны глобальные большие переделки то лучше сделать какие-то небольшие улучшения решить часть пунктов а вопрос остальное можно сказать что например если нужна при установка windows то лучше обратиться в какую-то партнерскую организацию например у нас в данном случае это нано-сервис то есть нужно заранее иметь контакты куда связаться как почему возможно даже вместе с пенсионером туда позвонить и описать проблему и выяснить примерную цену значит за которую эта мастерская может решить эту проблему то есть естественно что в этом случае туда нужно будет сдавать этот ноутбук или компьютер потому что на выезде все это делать не мастерская мне кажется не захочет просто потому что это занимает непредсказуемое время и требует комплектующих возможно каких-то ресурсов которые на выезде нет смысла организовывать какие еще могут быть сложный случай хороший вопрос ну например здесь нужно быть внимательны допустим вас спрашивают установить антивируса вы видите что уже установлено два других антивируса причем одновременно то есть естественно что торопиться нельзя нужно предупредить что сначала нужно удалить их причем по одному и только потом ставить тот который надо после каждого из них нужно перезагрузка таким образом вот это одна задача может занять почти весь час что еще задавайте еще вопросы в чате то есть больше мне пока сложных случаев из практики не вспоминаются но главный все таки вопрос это планировать последствия то есть вы делаете какие-то действия и понимаете что большие изменения могут привести каким-то допустим большим переменам работе компьютера лучше сделать может быть не все удовлетворить не все пожелания пенсионера зато сделать то что нужно для занятий вопросов больше нет поэтому давайте на этом будем заканчивать желаю вам успешной успешных приездов пенсионерам и пусть у нас все всегда получается и нам будут все благодарны а мы благодарны и до свидания а